Так, а если не проявлен страх смерти как факт, а есть страх боли, страданий, голода, одиночества в этой жизни? То что? Так вопрос-то в чем? Ну, не проявлен, но есть страх боли, страданий. Это все связано все равно с телом. Это все равно связано с телом. Когда мы думаем, что мы с телом, мы не понимаем. Смотрите, очень важный еще аспект, можно подсказать. Боль не всегда страдания. Когда мы, например, проход вынуждены лечиться и пройти через операцию, нам может быть больно. Ну, зуб лечить, например. Но мы не страдаем, мы понимаем, что нужно потерпеть, потому что что? Это нам на благо. Итак, самая страшная боль, которая приносит нам страдания, это неосознанно за что? Да? С чем это связано? Вот. И второй аспект в этом процессе – хорошо то, что хорошо кончается. Так как у нас нет знания, часто плохие ситуации, мы принимаем, как уже свершивший факт, что нам плохо. Жизнь не закончилась, подождем. Еще неизвестно, хорошо это или плохо. Важно, чем это все закончится, каков будет плод вот этой ситуации. А иногда все очень хорошо. Стоп! Хорошо ли? Посмотрим, как закончится.